Христос воскрес Христос воскрес Даже те, которые не верят, они тоже говорят Христос воскрес Те, которые даже не понимают, что случилось Они тоже говорят Христос воскрес Не понимая сути этих слов Они говорят Христос воскрес Но для нас, братья и сестры, Он реально воскрес Он воскрес и в нашем сердце Он воскрес и в нашей жизни Он даровал нам новую жизнь И поэтому я каждый день говорю Христос воскрес Аллилуйя благословения вам, я верю и знаю, что ваше настроение очень хорошее, поэтому этот праздничный день, такой великий день, я ободряю вас, я говорю слова, которые будут потом действовать в жизни, я просто говорю вам, бодрствуйте, радуйтесь, веселитесь, потому что что бы ни случилось, никто и никогда не сможет нас отлучить от Божьей любви, Он возлюбит нас вечно, вечную любовь Он возлюбит меня и тебя, брат и сестра и сегодня очень важный день, я немножко хочу поговорить об этом дне, потому что на самом деле Христос воскрес Аминь, Его гробница пуста, когда ученики пришли туда они увидели, что гробница пуста, Его здесь нету, Он воскрес я бы хотел поговорить на эту тему немножко, но сегодня хочу рассказать о том, что произошло на кресте какие слова Иисус говорил на кресте, это не было проповеди Его, то есть Он на кресте не проповедовал, Он проповедовал до того времени, когда Его взяли и когда Его осудили до этого времени, Он проповедовал, потом Он сказал слова, Он сказал семь слов с креста, семь таких важных фраз или семь таких важных мыслей или провозглашения, которые сделал Христос на кресте братья и сестры, это не были проповеди, но они изменили всю жизнь, все человечество они сыграли громадную роль, потому что в этих словах была сила, в этих словах был смысл и в этих словах была жизнь знаете, очень важно, чтобы мы понимали, что каждое слово, которое выходило из уст Христа они имели громадную силу, Он говорил, как власть имеющая даже тогда, когда высел на кресте все Его слова были направлены к тому, чтобы создать, к тому, чтобы строить, освобождать и искуплять потому что это очень важно, когда Его слова имеют смысл в нашей жизни, потому что это важные слова, во-первых потому что они имеют судьбоносный характер в нашей жизни, и мы об этом будем говорить посмотрите, до того времени, как Христу идти на крест, Он был равный, Он был учителем Он учил, Он был примером, Он исселял, освобождал, помогал, Он был учителем потом Он был на кресте, на кресте Он как агнец Божий это жертва, это тот агнец или та жертва, которая была приготовлена от начала, от сотворения мира на кресте Христос, агнец Божий, заклони за нас после креста, это воскресший царь это первосвященник, это ходатая Нового Завета значит, посмотрите, три этапа это до креста Он учитель, Он равный на кресте Он агнец Божий, после креста Он воскресший царь, Он воскресший царь, царей и Господь в моей судьбе, это чудесно, братья и сестры когда мы имеем такого Бога, когда мы имеем такого царя когда мы имеем такого первосвященника, когда мы имеем такую жертву совершенную жертву, потому что евреям в 10 главе написано там, где есть прощение грехов, там уже жертва не нужна то есть Иисус Христос наш жертвой, простил все нам наши грехи хорошо, какие были слова, о чем говорил Иисус на кресте какие были Его обращения, к кому были они направлены и какой смысл они имели первое, Он обратился к Отцу вы знаете, даже на эти стихи, на этих 7 стихов или 7 слов которые говорили Иисус с креста, даже и песни люди писали целям музыки, композиции писали очень много на этом строено в этом мире и очень многие люди просто этим живут потому что реально это правильные, четкие слова пророческие слова, которые были сказаны Иисусом Христом на кресте и слово мое называется Иисус на кресте или слова Иисуса с креста или на кресте ну как вот хотите, сами уже формируете я назвал Иисус на кресте и знаете что, это и есть великая благодать, тайна великая благодати что Иисус мог высказать эти слова первое, первое слово, то что Он говорит описывает Лука 23 глава 34 стих когда Он видит это, Он обращается первое, Он обращается к Отцу и говорит прости им, ибо они не знают, что делают в одном из переводов написано, что творят очень интересно, что то, что делали люди они буквально, ну что делали, они приносили жертву они Его осудили они бросали жребия об Его одежде они делили одежду они оплощили, бросили жребию они насмехались над Ним они издевались над Ним они избивали Его они говорили, если ты Сын Божий сойди из креста вы понимаете, они безумствовали поэтому Иисус говорит, отец, отче прости им, они не знают, что творят что делают вы знаете, очень важно, чтобы мы понимали что Иисус Христос начал свое страдание тем, что Он уже халатайствовал за нас Он попросил прощения за все человечество которые родились, родятся и будут родиться Он попросил прощения то есть просил у Отца чтобы Он простил все грехи человечества и это очень важный момент потому что с этого все начинается в нашей жизни когда человек не имеет прощения в своем жизни когда человек не ощущает это сила этого прощения у него всегда внутри есть чувство вини а человек с чувством вини он не может продолжать долго жить у него будет мучение внутри и это источник болезни это начало болезни каждый человек, он должен жить на этой земле примирившийся с Богом имея понимание, что его грехи прошли после того, как он попросил прощения у Господа когда он сказал, Господь, прости меня поэтому покаяние, это дар Божий и каждый человек, который приходит к Богу он должен подойти с таким сердцем чтобы понимание было его что Бог прощает его потому что Бог не просто каким-то образом украшает нашу жизнь он не просто что-то, какие-то методы меняет нет, он все творит новое и это новое, оно внутри нас создает жизнь и жизнь с избытком и тогда мы понимаем, что значит иметь отношение с Богом, братья и сестры первые слова, они очень важны и он начал эти слова с таким выражением Отче, прости им, ибо они не знают, что делают это удивительно второе, то что он сказал с креста это когда он посмотрел это Иоанна 19 глава 26-27 стих посмотрел, что у креста стоит мама, Мария и потом он посмотрел на маму а потом посмотрел на Иоанна одного из учеников его которого он любил и разрешал ему, чтобы он лежал на груди у него и он увидел этого ученика и он сказал с креста такие слова Жена, вот сын твой вот мать твоя и с этого момента она перешла жить к Иоанну вы знаете, это очень важно Бог сравнивает свою любовь с материнской любовью Бог сравнивает свою любовь и заботу ко всем человекам ко мне, к тебе что он заботится о нас это был очень хороший пример это, как говорится в это время, когда он работал над Иоанном над его сердцем он его готовил для того, чтобы он мог принять свою мать и эти слова были очень важными потому что в этом заключается вся его забота о нашей жизни то, что он заботится о нас то, что он говорит я не оставлю вас сиротами я вернусь в доме отца моего много обителей я пойду сотворю этот обитель или там сделаю место подготовлю, приду и заберу вас то есть это очень важные моменты братья и сестры ни одно слово Иисуса Христа просто так не было с креста они все имеют смысл и это очень важно вы знаете, я хочу, чтобы каждый из нас имели это понимание заботиться друг о друге никогда не оставлять видите, очень важно потому что Бог даровал нам это понимание Он сам показал это что нужно заботиться и третье то, что Он это удивительно для меня это очень важно я прошла, вот четверг я говорил слово что первый, который попал в ад это был апостол и первый, который спасся это был разбойник вот я сейчас об этом разбойнике буду говорить потому что третье то, что Он сказал вышли слова из Его уст это были Нине же будешь со Мною в раю не когда-то не где-то потом когда сделаешь много добрых дел когда какие-то грехи все твои будешь замаливать или будешь какие-то жертвы приносить нет Он говорит Нине же как только ты откроешь сердце попросишь у Меня Нине же со Мною будешь в раю и это очень важно братья и сестры помните вот на кресте вот мир разделил нас на две части одни говорят но если есть Бог если Иисус это Спаситель но Он спасает Меня а другие говорят Господи просто прости Меня если это возможно прости Меня помяни Меня просто вспомни обо Мне я сам ничего не могу заслужить я сам ничего не могу делать если ты не помилюешь Меня Иисус таким людям говорит Нине же со Мною будешь в раю помните Он говорил ученикам что вот Царство Божие внутри вас есть а дырай начинается с этой земли братья и сестры поэтому когда мы вот я встречался с многим людям которые мне говорят ну если есть Бог пусть Меня помогает однажды один человек вообще говорит но если если Бог Меня любит пусть освободит Меня откуривая если Бог Меня любит пусть восстановит мою семью если Бог Меня любит вот да нет это как раз таки тот разбойник который стоял по левой стороне а по правой стороне разбойник говорит Господи помяни Меня придешь когда Царство Божие знаете что удивительно что меня удивляет вот двум разбойникам никто не избивал вот разбойник который по правой стороне и который был по левой стороне их не избивали их так не мучили как Христа мучили до того как поднять его на крест у него один глаз вообще был закрыт полностью из-за того что его так избивали у него он был истерзан у него не было ни вида ни величия он когда Пилат его увидел он говорит это человек вы понимаете в этом вопросе то есть он так был обезображен что на нем не было даже лица и вот разбойник который был на правом по правой стороне его он в нем увидел Господа и Царя он говорит Господи упомяни Меня когда придешь в Царство Твоем вот когда мы выйдем в этом Христе Христа который измучен был за меня и за Тебя когда мы в нем выйдем вот этого Господа когда мы в нем выйдем этого Царя мы когда признаем в нем моего Господа и Спасителя когда я в нем признаю моего Царя я этим говорю я принимаю Тебя Господь помяни Меня и Он говорит не не же Царство Божие внутри Тебя в Тебя будет такой мир и покой который этот мир никогда не даст Тебе а тот разбойник так и не понял что это Господь это Царь перед Ним надо склониться надо просить не просто надо какие-то требования выставить а нужно просить если ты Сын Божий помоги мне так вся толпа так кричала если ты Сын Божий сойди с Креста и мы уверуем в Тебя такого нету надо уверовать во Христа когда Он высит на Кресте когда Он измучен за наши грехи и когда Он воскрес для нашего оправдания это третье это очень важно это Лука 23 глава с 39 по 43 стих там Иисус говорит слушай не не же будешь со Мною где в раю не не же будешь со Мною в раю братья и сестры когда слышите Его голос не ожесточайте сердца ваши смиритесь под крепкую руку Божию покоритесь Господу просто пусть в вашем сердце будет Христос как Учитель как Огнец Божий и как Воскресший Царь Царь Царей и Господь Господствующий следующий стих сразу Он говорит жажду это Иоанна 19 глава 28-29 стихи Он говорит жажду вы знаете на кресте проявилось во-первых прощение которое Он просил у Отца за нас за все человечество второе это забота которую Бог показал в лице матери и ученика своего третье это то что когда мы в нем признаемся этого Царя и смиряемся перед Богом мы оказываемся с ним в раю то есть это все ступеньки которые христианин должен понять и проходить это все те истины которые должны открываться в нашем сердце христианство это не просто религия это жизнь вера это не просто религия это жизнь вера или мертвая или живая не бывает средняя теплота не терпит Господь либо надо быть с холодным либо надо быть с горячим если ты холодный с тобой еще может Бог работать если ты горячий то так Божья работа будет двигаться через тебя если ты холодный Бог в тебе работает если ты горячий Бог через тебя работает но когда ты теплый ты ничего не можешь делать Бог не знает как с тобой поступать Куда тебе, как тебе, ну куда тебе поставить? Ты никуда не годишься, понимаешь? Поэтому теплота, это не свойственно живым христианам, поэтому очень важно. И здесь про образ этого Иисус говорит, жажду. Ему дают пить уксус, горечь. Это очень-очень опасно, поэтому мы должны понимать и в очень важных моментах разобраться в нашей жизни, чтобы этого в нас не случилось. Мы должны понять, мы должны понимать, что Христос всю нашу горечь, все, что мешало нам, всю эту жечь, всю вот эту горечь этого мира, ну неправильность этого мира, Он взял все это на себя. И выпил этот уксус, из Его уст выходили пятое слово, вышло пятое слово. И это очень тоже важно, потому что в этих словах как раз-таки тот момент, когда Он все грехи, когда Он выпил уксус, Он взял все болезни, все грехи, все горечи на себя. И представляете, при этом, у Него на голове был терновый венец, это проклятие этого мира, терновости будут расти на этой земле, сказал Бог, но Он взял это на Себя, Он носил это на голове Своей, и все грехи мира были на Нем. И Он сказал такие слова, Матфея 27, 46, Боже мой, Боже мой, почему ты меня остави? Эло, эло, лават савахтвани, почему ты меня остави? Многие стояли там, они сказали, он пророку Илью зовет, но они не понимали, что они даже думали, сейчас подождем, придет ли Илья, то есть они верили в этих сверхъестественных вещах. Иногда нам тоже хочется какие-то сверхъестественные вещи увидеть, или мы тоже верим в сверхъестественных вещах, но здесь происходило нечто очень серьезное, глобальное. Была победа над адом и над смертью, была победа над грехом, и это очень важно, потому что тогда, когда Он взял все грехи на Себя, Он сказал такие слова, Боже мой, Боже мой, почему ты меня остави? Я не знаю, не могу объяснить, может быть есть богословие, может быть есть какие-то другие люди, которые могут этот момент объяснить, но я не понимаю этот момент, как это произошло, что это за разрыв был между ними, между Отцом и Богом, и Сыном, потому что Он сказал, что я и Отец одно, что это произошло, как это понимать? Вот как раз таки здесь очень сильно помогает нам понимание 3D, потому что когда мы видим вот так, мы ничего не понимаем, как только мы поворачиваем, что-то происходит, вот так, когда мы ничего не понимаем, где тут пять пальцев, но когда мы так поворачиваем, мы очень четко видим, что происходит. Может здесь надо понятие какое-то как 3D, может понятие какое-то другое, но разрыв произошел. Боже мой, Боже мой, почему ты меня остави? И знаете, братья и сестры, очень важно вот этот момент внутри понимать, что мои грехи полностью были возложены на этого агнца. На Христе запомните, Иисус был агнцем Божиим, который берет грехи всего человечества. После этого, шестое, то что Он сказал, это Лука 23, 46, Он сказал, в руки твои отдаю Дух мой, в руки твои отдаю Дух мой. То есть Иисус Христос умер, Иисус Христос умер, сказав седьмое слово, совершилось. Это меня радует больше всего, это Иоанна 19, 30. Это Он не сказал просто, это Он сказал, на весь духовный и материальный мир совершилось. Первый Адам, Персий с земли, второй Адам, Господь с неба, то есть человек, Адам, Сын человеческий, Сын Божий, который пришел на эту землю, Он победил грех и смерть и вошел в ад. В Откровении написано, сей я был мертв, а теперь живой, и имею ключи ада и смерти. Потом покажут эти места Писания, пожалуйста, прочитайте эти места Писания. Он говорит, сей я был мертв, теперь живой, и имею ключи ада и смерти. Дайте в этот момент, в храме завеса разодралась вдвое, великое землетрясение, граби открылись, все побежали, какая-то суета. Почему? Победа совершилась! Сын Божий победил, и на третий день Он воскрес. Он воскрес, и когда туда пришла Мария, она увидела Его, побежала и рассказала ученикам, что Его там нету. Она пришла и сказала, учителя там нету, потому что Христос для них был равый, учитель. Потом уже, когда они это поняли, Христос для них и для нас тоже стал Царем Воскресшим, когда Он пришел, когда Он встретился с учениками через закрытые двери, все поняли, что это просто Господь, это просто Тот, Которому нужно служить, верить, похорониться и любить. Братья и сестры, сегодня чудесный день. Я стопроцентно верю, что каждый из нас переживает Его присутствие, что эти дни особенно переживает, потому что у нас есть возможность больше читать. Мы не суетимся, никуда не бежим. Вы знаете, начните размышлять над тем, что произошло на кресте. Начните размышлять о том, когда Христос воскрес, где Он сейчас, в твоем ли сердце. Многие говорят, да нет, вот жизнь, больше другой жизни не будет. А я говорю вам, это не жизнь. Жизнь начинается тогда, когда ты принимаешь жизнь в себе. Это очень важно, братья и сестры. Очень важно понимать нашего Христа. Очень важно иметь Его любовь. Очень важно сказать, ты мой учитель, ты мой агнец, ты мой царь. Да будет тебе слава. Хочу помолиться с вами, чтобы Дух Божий еще глубже нам открыл эти тайны. Конечно, я многое не могу сказать, я ограничен во времени. Но я сердцем чувствую, что Дух каждого из нас назидается, когда мы говорим об этих вещах. Вы знаете, враг будет атаковать, враг будет пытаться сеять сомнения, враг будет пытаться воровать слово, молитвы. Но, знаете что? Сильнее берут. Царство Божие сейчас усилие отходит. Нам надо бодрствовать. Я хочу помолиться, чтобы Дух Божий сошел на нас, чтобы помазание Иисуса Христа, помазание Духа Святого нас обнимало, чтобы сила Духа Святого коснулась каждого человека, чтобы Дух Божий взял сердце каждого человека и поменял, и сделал плотяное, и сделал правильное сердце, способным понимать Его Духа, Слово, способным понимать те истины, которые открывает Бог сегодня через это служение. Во имя Иисуса Христа я хочу помолиться, чтобы Дух Божий коснулся сердце каждого человека, и скролим наши головы и помолимся перед Богом. Отец Небесный, я осознаю Божие, насколько это мне открыто. Ты мой Царь, Ты мой Спаситель. Я не знаю, каким образом, Боже, но я ощущаю Твое присутствие, и то прощение, которое Ты даровал мне, это вечное прощение, Мое Господь, то, что Ты снял с меня полностью чувство вини, и я сегодня, по слову Твоему, я Твоя дитя, Господь, и я имею обетование от Тебя, что Ты меня не оставишь, не покинешь, Ты ведешь меня, Господь, Ты благословляешь меня, Отец, я принимаю эти дни Твое воскресенье в моем сердце, Господь, особенно сегодняшний день, когда весь мир кричит, Христос воскрес, а я просто наслаждаюсь этим воскресеньем, и не просто кричу, я говорю, Ты воскрес, Ты мой Бог, и я Тебе поклоняюсь, Тебе да будет слава, Тебе да будет хвала, я поклонник Твой, Боже, во имя Иисуса Христа, и все сказали, Аминь, братья и сестры, я верю, что Божий Дух коснулся вас, я верю, что Божий Дух ведет нас, я верю, что Церковь умножается, Церковь растет, корни пускает еще большего Христа, и сегодня тот день, когда мы можем смотреть друг другу в глаза, даже вот так вот смотреть и сказать, брат, сестра, я просто люблю Тебя любовью Иисуса Христа, Аминь. Скоро Господь грядет, маранафа, мир дому вашему, до встречи, да благословит вас Господь, Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok